всем привет в этом видео я буду моделировать ледору используя инструмент за модели так начинаем я сделал примитив плен для того чтобы сохранять пропорции моей модели ледоруба она примерно высотой цвета квадрат теперь добавляем примитив цилиндр из цилиндра я буду делать ручку масштабируем наш цилиндр по размерам нашего плейна упрощаем наш примитив нажав на вкладку и не целаясь и квик цилиндр можно выбрать оси x и y или z масштабируем наш получившийся примитив по размерам плейна я это делаю при помощи транспорт манипулятора который вызывается при помощи кнопки w на английской раскладке клавиатуры выбираем кисть за моделлер выбираем ребро нажимаем на пробел на клавиатуре и выбираем insert insert то есть вставить ребро маскируем нужную нам часть модели и при помощи транспорт манипулятора перемещаем в нужное нам место так Добавляем еще одно ребро, также маскируем, делаем инверт маски, чтобы переместить нужную нам часть модели. Маскируем нижнюю часть ледоруба. Делаем инверсию маски, нижнюю и верхнюю часть ледоруба я сделал отдельными группами, перемещаем нижнюю часть ледоруба при помощи транспоз манипулятора и придаем будущему ледорубу нужные формы. Самое главное, когда вы делаете модель, любую модель это ее внешний вид, то есть как она выглядит, ее пропорции, ее габариты, ее изгибы. Все это нужно делать максимально в упрощенной версии, то есть при помощи примитивов, так как при уплотнении сетки будет справиться уже с этим тяжелее. Делаем в ледорубе. выбираем полигон и нажав пробел выбираем редактирование полигона я выбрал экструд чтобы увеличить верхнюю часть при помощи инсерта добавляем ребро и также я сделал Bevel в редакторе Рюбер здесь я делаю отдельную группу полигонов и также сделал экструд это будет обратная часть ледоруба маскируем уголки его и при помощи транспорт манипулятора перемещаем в нужное место части нашей модели заживка отректируем shift можно скрывать части модели добавляю очередное ребро и продолжаем редактировать форму нашего ледоруба на вкладке трансформ я меняю ось координат для того чтобы одновременно можно было двигать точки с двух сторон модели при помощи кисти move с включенным топологиком продолжаем редактировать форму нашего ледоруба в инструменте the modeller выбираем точки и при помощи stitch сшиваем для придания формы нашей модели в инструменте Продолжение следует... Маскируем нужную часть, затем инвертируем маску и при помощи инструмента транспоз также редактируем нашу модель. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжаем редактировать нашу модель, добиваясь сходства с оригиналом. На этом этапе лучше не торопиться, чтобы максимально приблизиться к оригиналу на референсе. Продолжение следует... На этом я заканчиваю первую серию нашего многосерийного сериала. Приятного просмотра. До новых встреч. Всем пока.